Время темной эры Время темной эры преданность – это все, что у нас осталось. До тех пор, пока мы помним, это то, как оно было. Лишённые морали. Никакая жертва, как бы велика она ни была, не удовлетворит богов. Преданность преподается через страдания. Страх и путаница знаний являются основой нашего общества. И этот храм, чтобы противостоять ему, будет платить самую тяжёлую цену. В том логове беззакония, они все соберутся. Держаясь за свою надежду и свою веру. Тянущиеся к божественному свету, как мотыльки. Гришники будут неуклонно наступать. Гришники будут неуклонно наступать. Оливер. Все мы. Всем привет, меня зовут Аратур. И сегодня я хочу показать вам игрушку по названию Dark Devotion. Тёмная преданность. Я уже побегал в эту игрушку где-то минут пять, дошёл до убежища и понял, что это просто шедевр, который я уже записал себе в тот самый блокнотик безразмерный и записал её почти на первое место, потому что это просто невероятно. Это, кстати говоря, демка, но очень качественно выполнена. Здесь шикарный пиксель арт и даже эмбиент очень крутой, который очень, очень круто погружает вас в атмосферу игры. И при этом он сделан не из одной-двух секунд зацикленной по кругу, а именно полноценный трек. Очень круто. Короче говоря, я немножко поразбирался и сейчас я вам объясню, что да как здесь. И помимо прочего, здесь вообще всё, что я люблю. Здесь даже есть сложность, которая начинается уже с управления. Здесь всё довольно непросто. Получается, смотри, у нас есть левая рука, в которой щит, и есть правая рука, которая бьёт. Причём, смотри, бить мы будем именно зажимая кнопку. Она делает небольшую комбинацию, которая, кстати говоря, нас высушивает. Видишь, у нас есть стамина. Здесь, кстати говоря, такой курсорчик, он двигается на стике правом. Им нужно читать информацию. То есть, вот, допустим, у нас есть вот это. Это темпларская клятва. Которая даёт нам плюс один к регенерации стамины, кстати, по всему. То есть, этим курсорчиком мы просто читаем обо всём. Я сначала подумал, что это не очень удобно, но потом мне показалось, что это неплохо. Да, у нас есть, кстати говоря, несколько видов оружия. То есть, видишь, здесь получается первая вкладка и вторая вкладка. И, по идее, можно как-то ещё прокачивать броню и вот это. Но я до этого не дошёл. Ну, я думаю, что с этим мы разберёмся уже вместе, если здесь в демке это присутствует. Короче говоря, левая рука защищает нас, ставит щит перед собой, правая рука бьёт. Причём бить нужно именно зажимая кнопку, а не всё время на неё долбя. Потом у нас есть перекат влево, перекат вправо. Либо же перекат на Б. Но для того, чтобы перекатиться, то есть, перекат на Б перекатывает нас в сторону, в которую мы смотрим. Но, если мы будем с кем-то сражаться, то, получается, мы его, допустим, бьём, да, и чтобы перекатиться, нужно сначала посмотреть, допустим, налево от врага. То есть, несколько действий нужно выполнить. Это неудобно, поэтому, когда мы будем сражаться, проще всего нажать только на одну кнопку. Это важно. Это важно, и к этому надо привыкать. То, кстати говоря, на письме управления. Кроме прочего, у нас есть какие-то молитвы. То есть, с помощью молитв мы, по идее, можем как-то использовать наше благословение. Мы можем иметь в виду вот эту вот шкалу. Это шкала нашей... Этой, господи, нашей молитвы, короче говоря, которую мы используем для того, чтобы открывать какие-то двери. Что самое интересное, это, кстати говоря, наши первые враги, которые, обратите внимание, они такие же никчёмные, как в Дарк Соусе в начале, когда мы выбираемся из решётки. Но здесь, обратите внимание, они чему-то молятся. Я так понимаю, что здесь молитвы, клятвы стоят на первом месте. То есть, это такое, знаете, всё здесь очень набожное, скажем так. Я не знаю, что это за храм на самом деле. Я не понимаю, что мы здесь делаем, но... Я думаю, что мы, по ходу дела, разберёмся. По идее, этот храм принимает... У него есть некая оболочка, скажем так, я имею в виду, которую он... То есть, храм, который принимает некий вид какого-то существа, которого мы, по идее, можем встретить где-то здесь и с ним пообщаться. Это немножко напоминает антепик, согласитесь. Тихо. Давай пробуем, как щит работает. Ну-ка. Ага. Перекат. Прекрасно. А ну-ка. Так, наш, получается, обычный щит крестоносца и старый меч. Ну-ка. Старый меч, кстати говоря, круче, но обратите внимание. Он даёт возможность сделать критический урон, но у него повышаются промахи. То есть, вот, видите, мисс 4%. То есть, повышается шанс промаха. Что это значит? А ну-ка. Честно говоря, он как-то отвратительно выглядит. А, да, обратите внимание, что всё, что мы поднимаем, у нас меняется внешний вид персонажа. Это очень круто сделали. Мне прям... Мне это так доставляет, на самом деле. То есть, когда мы будем одеваться, внешний вид персонажа тоже будет меняться. Это просто потрясающе. Смотри. Мы сейчас подняли щит... Ой, меч. И здесь у нас поднялся весь процент промахов. То есть, мы хоть и будем наносить больше урон с критическими повреждениями, но... У нас есть 6% того, что мы промахнёмся. И, к тому же, меч... Он, по-моему, немножко более короткий, да? Он, да, он более короткий. Естественно, ренч будет хуже. Поэтому лучше всего, наверное, остаться с этим мечом. Тем более, там не сильно выше... Не сильно выше этот урон, но его в баню, скажем так. Так, так, ну-ка. Смотри, это, получается, восстанавливает нашу броню. Ага. Я пока ещё не совсем разобрался. Ещё не до всю... Ещё не так далеко дошёл. Поэтому я думаю, что... Я надеюсь хотя бы дойти ту боссу. Я не знаю, насколько эта демка длинная, но она меня очень сильно зацепила. Я прям обожаю такую. И знаете, с чем у меня ассоциация? У меня почему-то ассоциация с... Как это игра называется? С Принцем Персии. Вот этим стареньким. Не тот, который... Не тот, который трилогии Принца Персии, а тот самый старенький. Так, ага. А ну, у тебя есть что-то? Да, у него есть что-то, что позволит нам... А ну-ка, вылечиться. Да. Помимо прочего, эта игра изобилует ловушками. Причём очень гнусными ловушками. Вот такими вот, например. Да, или у вас, смотри, здесь внизу видишь шипы. И самое классное, у этой игры есть элемент рогалика. Это просто невероятно. А ну-ка, дай-ка посмотреть. А, я так далеко не могу. У этой игры есть элемент рогалика. Причём не просто... А я могу каждого смотреть трупы, нет? А-а, не каждого. А этот? Нет. Так, здесь нас учат перекатом, но в данном случае... Тут нет кого уворачиваться. Всё в порядке. Никто пока что не представляет угрозы. Ага. Уй, тихо. Слышали? Он сделал размашистый удар. Вот. Этот удар сзади меня тоже может ударить. Он как раз для этого так и бьёт. Короче, первое, что мне пришло в голову, когда я увидел, когда я в неё побегал немножко, то это почему-то Принц Перси. Не знаю почему. Прыгать мы не можем, кстати говоря. Можем только перекатываться. Но нам этого вполне достаточно. Помимо прочего, здесь есть секреты. Как они выглядят, как они открываются, я пока не знаю. С этим ещё нужно разбираться. Угу. Наглядно демонстрация того, что делает эта штыковина. Отлично. Тихо. Так, ну-ка. От Старого Воина. Прочтите это внимательно, незваные гости. Мне кажется, что эти существа как-то контролируются. Присмотритесь к ним, и вы увидите. Каждое движение, каждая мысль предсказуема. В самом деле, эти точные монстры – немыслящие люди. Однако, кое-что было внедрено в то, что осталось от их мозга. Остановить вас, незваные гости. Берегите себя. Хорошо. Будем себя беречь. Обратите внимание. Перекат работает примерно так же, как в Дарк Соусе. То есть, у нас есть небольшой кулдаун. То есть, если мы сделали перекат, то во время переката нас, в принципе, ударить нельзя. А вот это... Это паутина, да? А знаешь, вот этот кусторщик мне очень нравится. Мне он нравится тем, что я могу... Ой! Я могу показывать. Что? Показывать то, о чем говорю. Так, это что такое? По-моему, она восстанавливает нашу стамину, да? А ну-ка. Да. Прекрасно. Посмотри, мы сейчас набираем, получается... Тихо. Мы сейчас набираем благословения, которые потом мы как раз потратим на всякие двери. Я, знаешь, я пока что еще не понял, Metroidvania это или конкретно платформер линейный такой. Потому что здесь, по идее, могут быть двери, которые... Могут быть двери, которые можно открыть только при наличии определенного количества благословения, скажем так. И я не был готов. Угу. Только при наличии определенного количества благословений. То есть, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что может быть, если у нас вот сейчас это максимум благословения, которое у нас есть. А если его... Если мы наберем его больше... То, может, дальше будет дверь, которая откроется с большим количеством благословений. Нам надо будет сначала прокачаться, а потом вернуться. То это значит... То это будет означать, что это Metroidvania. Но пока еще не знаю, есть ли здесь такая инфекция. Я тебя понял. Хорошо. Причем, обратите внимание. Инфекция на 36 ходов именно. Не на 36 секунд, а ходов. То есть, вот, видишь, я хожу, и она как бы падает. То есть, чтобы ее убрать, то я могу, получается, просто на месте побегать. Угу. Ну, допустим. А вот эта статуя, судя по всему, Curly's Statue, то есть она, по идее, должна вылечить нас. Да-да-да-да-да, она вылечила нас от инфекции. Прекрасно. То есть, вот для этого здесь нужны благословения как раз. Помимо прочего, здесь еще можно вроде как прокачиваться, протачивать оружие. Это здесь даже хаб, который я вам покажу, до которого я дошел. Он очень... А, вот, кстати говоря, это самая дверь, которая требует... Которая требует веры. Чтобы ее открыть. Тут даже хаб, который я вам покажу, очень сильно похож на Dark Souls. Фухо. Надо... Успел. Банан. Что это? Это броня. Причем броня лучше нашей. Хотя нет. Как сказать. Она добавляет, судя по всему, к урону немножко. Допустим, урон слэш. Это же урон... Ну-ка, подожди. Ну да, она, видишь, немножко добавляет слэш и перфа. Он довольно неплохо. Но у нее сам армор меньше, видишь? Ну, в целом... Ну, давай, поднимемся. И обратите внимание, как меняется внешний вид. Это просто потрясающе. Это очень круто. Я вообще обожаю игры, когда... Когда вы что-то делаете, там, одеваете что-то... Там, держите же колечки, сережки и прочее. То есть, чтобы именно менялся внешний вид персонажа тоже. Для меня это очень важно. Это детали, которые, знаете, которые мне приятно видеть, которые делают атмосферу игры и всякое такое. Была когда-то одна игрушка, по-моему, магия крови она называется. Так, факел. Факел надо мне просто взять, наверное, вместо... А я могу, может быть, увидеть что-то без факела? А факел нужно, чтобы пройти. Но если я его выкинул, у меня не будет щита. А ладно, пускай будет так. Тихо. Короче, была игрушка «Магия крови». Она мне... Она сама по себе, ну, такая себе не очень... Не очень интересная, по крайней мере, поначалу. Дальше говорят, она интереснее. Но мне она не зашла. Но в ней была очень классно одна система реализована. То есть, когда ты прокачиваешь магию, то это... Это влияние магии меняет тобой у персонажа. Это очень крутая система. Воу! Доски, плодаль! Так, тихо, 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 тихо. Давай! Рисни здоровьем, парень! Скотина! Это... Я правильно понимаю? Я могу это закасовать для взрыва, да? Хорошо. Давай пробуем примить это в другом месте. Господи, рисовка здесь просто невероятная. Вот, серьезно. Если... Если не принц Персии, то ассоциация идет с Итером. Только Итер, она получается изометрическая. Она еще пока не вышла. Это именно та игра, которую я очень сильно жду. Прыгать мы, кстати говоря, не можем. Можем так и перекатываться. Она еще, к сожалению, не вышла. Вот тут я и закончил. И эта игра очень сильно на нее похожа. Очень. Только вид сбоку, а там и Дмитрика. Приветствую, новенький. Добро пожаловать в убежище. Единственное теплое место в этом храме. Инквизиция избавляется от всего, чего не боятся или не понимают. И иногда, с внешней стороны, отвергают кого-то подобного тебе в храме. Ваше сердце сияет чистотой. Время от времени, свет выходит из темноты. Не забудь подойти ко мне, когда вернешься в убежище. У меня кое-что для тебя будет. Вот судя по тому, что он сказал, я могу прийти к выводу. Обратите внимание, он похож на половину код, да? Смотри, у него лицо. По-моему, у него кошачье ушко или что-то в этом роде. Котым он лазит. Это на Демон Пик чем-то мне напоминает. Там тоже существо было. Кот. Короче, судя по тому, что он сказал, я могу прийти к выводу, что... На колени перед божественным светом! Что... Он... Если нас убьют, и мы вернемся в это убежище, то он восстановит нам... Он что-то нам восстановит, по идее. Не знаю, что именно. Пока. Ага, смотри. Несколько видов дэмэджа. Получается, смотри, крит. А, они именно объединили это. Очень интересное решение. То есть, критический урон и шанс что-то, я так понимаю, найти, да? То есть, найти какой-то предмет, это в одном... В одном скиле получается. То есть, шанс дропнуть что-то и найти критический урон, это одно и то же получается. Здесь очень интересно. Хорошо, давай-ка вкачаем то, что мы можем. Правда, как? Я пока, честно говоря, не очень понимаю. У нас вроде как хватает монеток, но... А, вот оно как. То есть, я должен именно наводить. Видишь, это можно прокачать до 15, до 10, 8, 4. Я тебя понял. Хорошо, давай возьмем... А, все. Это все, что я смогу взять. Ну, ладно. Учитывая, что у нас меч, это вроде бы как слышная атака, поэтому думаю, что мы сделали правильный выбор в любом случае. Хорошо. Что здесь? Вот эта дверь, похоже, как вроде бы, знаешь, как вроде бы она откроется то ли потом, то ли чертова знает, или вообще к бусу ведет. Надо проверять еще стенки на наличие секретиков. Здесь они должны быть. Я ушел, чтобы искать знания. Если я не вернусь, то это потому, что я потерялся, или меня выпотрошили. Понятно. Хочу кузнеца. Говорят, что здесь есть кузнец. А вот это вообще похоже на портал. Хочу кузнеца. По идее, он должен нас как-то прокачать, что ли, немножко. А это что такое? А-а-а-а! Это знаешь что, наверное? Смотри, у нас есть, наверное, здесь ответвление. То есть, это откроется, наверное, после того, как мы сделаем дело здесь, здесь и наверху. Наверное. Я не знаю. Наверное, оно будет подсвечиваться. То есть у нас здесь, похоже, 4 каких-то направления, причем, обратите внимание, с разной длиной, если это путь, то у него, как бы, разная длина, у каждой стороны разная длина пути получается, наверное, так, черт его знает, это сама по себе большая дверь, которая откроется, не знаю, не факт, конечно. То есть это говорит о том, что если это так, то это может говорить о том, что это действительно метроид Вани, то есть мы сначала должны сделать какие-то действия, прокачаться только для того, чтобы потом прийти и открыть здесь то, что требует прокачки в дальнейшем. То есть как-то так, кстати говоря, кузнец. Новое лицо, добро пожаловать, девушка. Позвольте мне представиться, я Боунс, старый кузнец храма. Я даже не помню, как долго здесь нахожусь. Рано или поздно ты тоже забудешь. В самом деле, тут внутри время ощущается иначе, чем снаружи. Ты привыкнешь к этому. В любом случае, если тебе что-нибудь понадобится, я постараюсь тебе в этом помочь. Угу. Допустим. Вот этот мотивчик, который сейчас играет на фоне, он мне чем-то немножко напоминает... Эту музычку, когда ты находишься в убежище. Dark Souls. Ну, чуть-чуть. Не полностью, но чуть-чуть. Есть такое. Ага. Я тебя понял. Они все горюют по ком-то. Этот говорит, что скоро увидится со своей любимой. Возможно, она умерла, и он пришел сюда... Как бы найти смерть и честь в битве. Итак, что же мы здесь имеем? Еще одного отправили, чтобы накормить храм. Я прав? Меня не волнует, почему ты здесь. Но добро пожаловать в твою новую жизнь. Убей хотя бы одного из них, прежде чем сама умрешь, женщина. Хорошо. У него классная броня. Может быть, мы получим такую же? Мне немножко напрягает то, что щита нет у нас сейчас, в этот самый момент. Потому что толку от... А, я могу это сломать? Потому что толку сейчас от факела немного. Так, ну это понятно. На этом мы можем потренировать оружие. Или, может быть, если мы купим какое-то новое у торговца, то, может быть... Здесь тоже, смотри, видишь, тоже дверь. Да, и она закрыта. То есть, этот хаб мне немножко напоминает хаб Unepic. Знаешь, только там было немножко по-другому. Ты заходишь куда-то, все дальше и дальше и дальше. А потом находишь там какую-то дверь, которую ты заходишь, и она приводит тебя в итоге в хаб. А здесь, наверное, будет немножко по-другому. Здесь будет... Я даже не скажу... Не приведу в пример игру, в которой есть подобная система. То есть, когда ты выполняешь какие-то квесты, потом возвращаешься в хаб, и здесь открывается другой проход. Ну хорошо, давай двигаться дальше, наверное. У нас пока один путь. На данный момент самый простой. И вот дальше я уже не заходил. За розу. Старое подземелье, допустим. Так, надо смотреть всегда под ноги. Во-первых, у этой игры, я не помню, сказал я вам или нет, есть элементы рогалика. Причем очень... Причем не просто... Уи, нет, подлюка, что ты сыром срала? Вот сейчас... Сейчас мы наглядно посмотрим, какие здесь элементы рогалика. Насколько мне известно, локации не генерируются заново. Ох, елки-палки, посмотри, я в ошметках и с перебинтованной рукой, да? Смотри. очень круто вау просто невероятно смотри мой идол сломался и дает а он дает суши ну руками вообще не промахиваюсь теперь на тряпки тупо тряпки с ума сойти очень круто так он и по идее друид подожди а если я с тобой поговорю сквозь темные века вера это единственное что у нас есть не позволяй никому отнять ее у тебя береги себя понятно видишь у нас даже стрелочка показывает на место где мы якобы померли а нет на друида показывает так друид нас благословил то есть с кошечье зрение то есть у нас мы будем лучше попадать но он дал нам начальное оружие то есть тупо деревян это не деревян это ржавый ржавый меч и ржавый щит они деревянный щит и ржавый меч ну да хорошо допустим то есть видите что они сделали они сделали элементы рогалика примерно такие то есть они взяли самое гнусное из рогаликов то есть когда вас убивают опять начинается в а на пике было примерно то же самое ловушка к это ловушка дезинтегратор король на которой натыкался и членов забывал что я на нее натыкался нет подруга кажется что так умудрился меня убить ты же гол абсолютно и у меня не хватает атомина чтобы ударить класс на самом деле класс я же говорю здесь все боевка она действительно непростая 1931 это то что у нас то что предлагает он 1722 и при этом это как его вау это такое мне больше все таки импонирует щит и меч в данном случае самое гнусное из рогаликов то есть здесь генерации карты и ее нет но здесь есть смерть из-за которой вы теряете абсолютно все и начинайте все заново то есть когда целс класс очень круто допустим тихо а я не почитал что это такое а да точно это то что восстанавливает нам защиту хорошо давайте попробуем зайти как можно дальше в первую очередь я хочу попытаться дойти хотя бы до босса надрать ему задницу это мой долг чёрт возьми управление серьезно она не такой простой как могла бы показаться ого на первый взгляд не надо привыкать ага опустим пускай будет к нему надо привыкать смотри это мы получается потеряли даже этот господи иисусе это мы потеряли лук и эти я не за обслуживание с мирно ну-ка дай-ка посмотреть там кто-то сидит скорее всего это враг да у него у него по моему есть что-то у него похоже то ли два меча это по моему кукри да у него за этими самыми на спине и то ли щит или лук хер о господи то ли щит или что это хер его знает в любом случае мне это надо так нам нужен его меч тихо 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 немножко ну если у нас уронит туда будет беда нет нам нужен его меч отлично просто потрясающе так дожди а критически меньше но зато промах круче говоря лучше в любом случае и и нет твою мать давай попробуем сделать это вот так тихо 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 не знаю просто перекат и может быть не стоит перекатываться но наверное мне так немного комфортнее получается чувству себя безопаснее когда перекатываюсь не знаю почему и знаешь что наверно стоило бы пойти в дверь наверх мы получается активировали наверху рычаг чтобы активировать эту платформу здесь внизу я так понимаю да елки-палки темно как задница но мы получается пошли в эту дверь а может а что было бы если бы я пошел в дверь наверху так лечение у нас получается наверх и я так понимаю что так опять платформа душу штуку это хорошо просто перекат очень резкий а мишмен а все мы понял то есть гораздо лучше если я буду просто на нее перебегать все понятно пусть она не понят он тихо ах ты шпадлюка давай по ножичкам стыкает прямо а ну да как пробуем романет могу по ногам попасть тихо 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 ах ты ж мразь да подохни ты темный идол шанс крита 50 процентов потрясающе это куда мне вставился то нет получается встался в оружие да интересно очень честно говоря это круто шанс крита увеличен на 50 процентов это просто невероятно это практически каждый второй удар наверное будет идти с критом хрен его знает мне не нравится что у нас так мало здоровья стало теперь из-за того что он сломанный это сломанный идол у нас стало меньше здоровья но банан главное такая игрушка мы ее как-то смотрели я не помню ее название получается тоже мы приходили в храм и там тоже там в общем про какое-то зло было опять таки которое поселилась храме нужно было туда прийти eternal что-то там нет не eternal тирос не то не то не то не то короче не помню как это называлась игрушка она очень похоже на эту только она немножко хуже была сделана в плане в графическом плане и по ней механики вот она вот именно вот это вот вылита она я выразился очень рагулина вы меня наверное не поняли но суть в том что под нечто подобное я уже видел но она была немножко похуже сделана если там я не так сильно впечатлил то вот это это просто потрясающая работа на мой взгляд очень круто что такое что произошло а я получил минус 10 к стамине и ой смысле к скорости и 0 5 к ренерации стамини минус 0 5 почему это из-за ношение ты серьезно это из-за ношения херовых доспех ого потрясающе так а что вот это вот такое наверное я уровень могу как то повышать да я вроде читал нечто подобное что это можно так так ну давай засранец удиви меня слушай но плохая скорость это не очень хорошо на самом деле понятно то есть это получается я только что каким то образом зарядил меч но честно говоря попадание по врагу ничем хорошим не закончилось для нас банан тихо не то вот это ха ха господи я видел как его это практически аннигвировало я видел через его неудивающую плоти уже и он все равно шел на меня катастрофа ага так подожди это ммм чуть-чуть больше стамини ааа очень сильно прибавляет к этой самой но зато она добавляет немножко к одному из видов атаки хорошо давай с этим походим все равно у нас будет минус один аааа топорище вау ох батюшки по сравнению с да елки палки да даже по сравнению с этим странным мечом даже какой то вилка будет лучше чем это так кстати отхила ну у нас с отхилом на самом деле все в порядке я полагаю нам бы броню подожди нам бы броню сменить здесь нет лестницы упасть туда просто так я не могу хорошо а как мне сюда выбраться здесь вроде бы а я могу просто вернуться назад я тебя понял то есть я могу получается пониматься только там где есть лестница хорошо я вообще не понимаю на самом деле куда мы идем вполне вероятно что мы вот вот сейчас дойдем к боссу а ну ка это было бы очень круто я бы очень сильно хотел бы посмотреть на то как они реализовали здесь боссов в этой игре благословение на что? на скорость потрясающе подожди а с нас как раз вау класс с нас на самом деле слезла вот эта хрень которая уменьшала скорость а это наше помолись в этой статуе тогда ты сможешь вернуться сюда изelier а вау Мы можем, получается, отсюда, если мы помолимся этой статуей, мы сможем вернуться через портал в наше убежище и продолжить класс. Только для этого нужно... Нету веры, для этого нужна вера. Получи мрозь! Шикарно! Комбинация полностью выносит врага. Две комбинации выносит врага. Угу. Нет! 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 Мой топорище! Чёрт тебя дери! Ох, как гнусно! Вот я знал, что надо было постоять у этого самого уступа и посмотреть ниже. Я хоть и посмотрел, но недостаточно. Чёрт тебя дери! Ладно, что это такое? Регенерация здоровья, да? Ну почти. Хорошо. Я думаю, что мы на этом, наверное, закончим. Потому что я не знаю, насколько длинная демка, но я для себя уже решил, что я хочу. Я хочу эту игру! Она же потрясающая! Здесь всё классно. Даже на стадии демо-версии здесь уже всё очень круто. Есть, конечно, моменты, которые надо истраивать на... Да твою мать! Чёртово! Чёртово это самое! Есть моменты, которые хотелось бы немножко по-другому, чтобы работали, но даже в этом случае оно работает уже очень хорошо. Мне нравится! При этом есть сложность. Угу. Две лечилки, но при этом мне бы... Мне бы, конечно, желательно было бы этот самый. А давай, знаешь, что сделаем? Давай пойдём на этот раз просто... Что такое? Что это? Минус 25, господи. За что? Ладно. Слушай, нет, давай не будем открывать ту платформу снизу. Та платформа снизу ведёт нас в другую дверь. Давай просто попробуем пойти в эту дверь. Я даже могу не убивать того чувака, потому что он ничего не... Он, может быть, что-то дропнет, но не более того. Пойдём сюда. Ага. У-у-у, тихо-тихо-тихо. А оно замедлится, да? Да, смотри. А я могу с ним взаимодействовать? Нет. Да, любое падение, любой перекат на 4 секунды мне снижает регенерацию стамины на 25%. Катастрофа. Вижу. Банан. Ах ты ж мразь. Только достань свой кинжальчик. Ха. Подохни. Отлично, наконец-то. Нет, стой, 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 стой. Не так. Это надо взять во вторую же... А, точно, мы можем, получается... Мы могли взять и топор, и меч. Мечом могли бить быстро, топором могли бить медленно. Ну, на самом деле, я бы все равно пулился все время топором, поэтому, в принципе, какая к черту разница. Ага. Уить. Как тебе такое? Идол, да? Добавляйте, слышу, 2%. И жизней у нас куда поболее будет на одно сердечко. Потрясающе. Пока что я еще не совсем разобрался, какие здесь предметы интерактивные, с которыми можно реально взаимодействовать, с какими нет. Так, и эта штука вроде бы тоже немножко... Она не то чтобы получше, она, по крайней мере, дает мне... Она целая. Целее, чем наша нынешняя. Она дает мне, по крайней мере, брони немного. Я вот не совсем понимаю. Смотри, здесь только что... Я не хотел вот эту дверь. Я хотел вот другую. У нас появился... Эм... Какая-то черная полоса была снизу. Видели в той комнате? Это, наверное, что-то просто заглючило. Так не должно было быть, видать. О. Банан. Ага. Я не буду тратить на него стрелы, но его в баню. А, смотри, с него, похоже, можно получить. Да, смотри, можно получить стрелы. Надо не забывать, что, чтобы что-то взять в руки, нужно для этого именно присесть. Ага. Видели, он сделал... Нет! Я еще и промахнулся, да, катастрофа? Он сделал... О, отлично. Но я не буду чинить эту броню. Такую броню можно здесь найти, похоже, на каждом шагу. Так, ладно. Я уже научился на своем же опыте. Я просто буду смотреть вниз. А, в итоге, смотри, мы, получается... О, я понял. Это мы сделали несколько путей. В смысле, здесь есть выбор того, как пройти. То есть, либо ты проходишь... Угу. Либо ты проходишь по пути одному, то есть, активируя платформу, приходишься, либо ты обходишь другим путем. Класс. То есть, здесь есть выбор путей. Блин. Мне эта игра смешная тратиться все больше и больше. В итоге мы с вами... Ой, я не прочитал, что это такое. В итоге мы пришли уже туда, где и померли. Но! Теперь-то я могу, по идее, сохраниться, да? Только смотри-ка, сколько она веры требует. А, нет, все нормально. Вот здесь мы, получается, сохранились. И, по идее, через портал можем сразу быстро вернуться сюда. Ммм. Не-не-не-не-не-не. А, и перекатами я могу ломать... Ха, класс. Перекатами я могу ломать... Преграды. Крит! Нет! Да что ты сыром срал! Хорош, получше нам нужно. Очень нужно. Так, ну с лечилками у нас все прекрасно пока что. Здесь, здесь было что-то гнусное. Ага. Хорошо. Так, я знаю, кто ты такой. Тихо-тихо-тихо. Все время хочу на Б ударить почему-то. Либо на Б, либо на А. Нет! Так, аккуратненько. Действуем супер аккуратно. Что это такое? Не совсем понял. Потому что не успел прочитать. Просто рост по поводу. Мне не нравится. Ого. Будем использовать... Лечение пока что. Не обращайте внимания на... Хе-хе. На тот самый... На собачек на заднем фоне. Они просто радуются. Так, ну эта штука определенно получше. Немножко получше. Угу. Давай походим с ней. Я могу сюда зайти, нет? Неа. Ладно. Господи сути. Выглядит так, словно это... Есть еще здесь шипы из стен. Вылетающие. А ну-ка, я могу с тобой взаимодействовать и снять тебя с этого? Нет? Нет, ладно. Нет. Нет. Тихо, 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 тихо. Оооо. Твою мать. Это выгляделка, знаешь где? Это было вот как в Детсилсе. Когда ты падаешь... Чёртово стеми... Тихо. Когда ты падаешь к врагам, вот-вот... И происходит вот примерно то же самое. Они тебе устраивают засаду. Хотя не только в Детсилсе такое было, но... Там это было очень выражено, скажем так. Так, погоди, давай все-таки сделаем. Аааа. Один такой... Один такой слиток восстанавливает на меня целых два. Угу. Так, эта статуя снимает проклятие. Давай. У нас есть одно проклятие. Оно меня уже, честно говоря, запарило. Оно же снимет вот это проклятие со стаминой, да? Да, отлично. Теперь вопрос. Как попасть туда? Как-то через верх упасть, да? Ну ладно. По ощущениям, уже где-то недалеко должен быть, наверное, бус или что-то в этом роде. Угу. Но шипы, видите? Шипы здесь реализованы так, что убивают с первого раза. Вот к такому я привык. В Холлоу Найте, когда шипы вас убивали... Эээ... Не убивали вообще. Они просто вас отодвигали на платформу назад. Так, я сейчас сделаю ошибку. Нет? Я чуть наж... Я чуть на Б не нажал. Ты серьезно, да как можно было промахнуться? А какой у нас шанс промаха 5%, понятно. По идее, внизу платформа должна была. Кажется, этот храм полон передовых механизмов, которые связаны между собой. Двери, платформы и ловушки подключены к переключателям и рычагам. Нам нужно смотреть по ноге, если хотим пройти глубже. Далее нечитабельно. У нас опять-таки выбор. Либо идем по низу, либо идем по верху. Честно говоря, меня платформа вымораживает немного. Смотри, действительно, интерактивчик в том плане, что когда я прохожу через цепи, они шатаются. Мы уже... Инди-проекты, это просто потрясающе. Я не знаю. Ох, елки-палки. О, тихо. Инди-проекты... Меня радуют чаще, чем... Проекты от больших разработчиков, чем ААА-проекты. Серьезно. Я уже не раз об этом говорил. Уникальные какие-то идеи, интересные гипплей чаще всего встречаются именно в таких вот проектах. Для меня, по крайней мере. Угу. Быстро посмотреть, что это. Так, это забрать в любом случае. Это лечение. Я думаю, что в дальнейшем эти... Это хрень какая-то. В дальнейшем эти штуки будут крутиться, наверное, куда быстрее. Да, либо я мог пройти по низу, никого не убивая, наверное, да? А, нет. Нет. Это просто как углевый здесь стоит. Тихо. Банан. Я забыл оставить чертовщит. Он хоть и по нему и попал, но... Тихо, тихо, тихо. Да ты посмотри, с ним один на один. В таком узком помещении сложно справляться. Что твою мать? Да что б ты сыром срал. Херовый просто у нас меч на самом деле. Эм, ладно. Вау! Я могу это взять серьезно. А, подожди. Нет, подожди, все в порядке. Критический шанс 10, но урон маленький. Маленький урон черпоте. Но. Есть один. У этого. У этого как раз слэш дэмэдж хороший. То есть это как раз подходит под мечи больше на самом деле. Оно увеличит, правда, эти промахи. Но тем не менее, оно еще при этом с полной защитой. Короче, все хорошо. Ладно, берем вот это. Урон, конечно, меньше. Но здесь высокий шанс крита. И при этом он длиннее. То есть мы сможем... Ох, класс! При этом, возможно, мы сможем еще бить огнем. И рейндж атаки гораздо, похоже, выше будет. Просто за счет того, что сам меч длиннее. Слушай, ну мне прям нравится. Просто охренительно, по-моему. Как далеко мы с этим зайдем, мне интересно. А ну давай. Получи, смотри. Получается, есть обычный урон и элементальный. Мы бьем теперь еще, примем прочего огнем. И шанс атаки. Хороший. В смысле крита. И, по-моему, стамины используете не так много, да? Шикарно. Мне нравится. Как по мне, это то, что доктор прописал. Подохни. В целом, урон получается сильно выше. Обычно получается по-другому, что... Баланс в других играх примерно такой, что когда... Что это было? Гора плоти? Слава богу, он прикован к стене. Я сбежал, но монстр повредил меня. Выглядит не очень хорошо. Мне больно. Я не смогу сделать этого, Кэтрин. Поскольку храм поглотит меня, я молю, чтобы вы оставались в добром здравии. Я люблю тебя. Понятно. Обычно баланс в таких играх примерно так. Такой, что... Ага, я тебя понял. Что у врагов очень сильная защита от элементальной атаки. И в итоге толку от этого мало. И ты все время отдаешь предпочтение физическому урону. А здесь, видимо, все сбалансировано. Мне нравится. А эта дверь, похоже, ведет туда, куда я думаю. Да. Это он. Ты посмотри на этого ублюдка. Ну давай. Удиви меня. Хэзек. Очень нравится, как они сделали описание врага. Ну, в смысле... Именно его представление. Ох, ты ж умрозь. Так, беда. Он пока что прикован, это хорошо, но... Если он сейчас выберется оттуда... Беги, родная. Если что, у нас есть четыре лечения. А, смотри, я могу стоять у него под мышкой. А вот теперь начинаются реальные проблемы. Ну, если я буду туда-сюда дэшить, то я смотрю. Все будет хорошо. Нет. Главное, чуть-чуть оставлять себе стамины для того, чтобы... Ромах! Чтобы сделать дэш. Подохни, мразь. Ха-ха. Да, черпая дыри. Смотри, 50 на 100. Ох. Потрясающе. То есть мы можем брать колотушки врагов. И смотри, защита идет именно... Ага. Да я могу ей защищаться. А это просто невероятно. Но шанс промахнуться очень большой. Но урон 50. Я могу этой колотушкой убить все. Ну, вот он круче. Давай пройдем чуть-чуть дальше, посмотрим. Как это работает вообще. Боже, я не могу оторваться. Это потрясающая игра. От игрока? В прошлый раз мы потеряли много золота из-за Эзекииля. Удостоверьтесь, что зверь умрет во время сегодняшнего представления, или мы испытаем кнут Мехтильды. Угу. Ага, сейчас. То есть, получается, что когда у меня в руках эта колотушка, я не смогу даже взять с собой никакого... Здесь я могу сохраниться. Я не могу взять с собой никакого... Э-э-э... Этот, господи, ну вместо щита взять... А-а-а, я знаю, что я могу сделать. Я бы мог бы взять вот вместо лука, я мог бы взять вот тот меч. Но лук нам пригодится, чтобы использовать... Чтобы использовать его для открывания каких-нибудь других путей. На самом деле меч хороший, я бы его с собой взял все-таки. Смотри, видишь, тут есть какие-то небольшие изменения локации. Так, и теперь давай пробовать. Получи 68. Потрясающе. О-да. Класс. Ну, знаете что? На самом деле, я уже понял, что я хочу эту игру. Я ее уже записал себе в блокнотик. Как игра обязательная для прохождения в будущем. А-а-а, я могу прерывать атаку. Что говорит о... Об отзывчивости управления. Когда ты можешь прерывать атаку... Я это обычно называю отзывчивым управлением. О-о-о-о. Класс. Мне нравится. Я все-таки, наверное, все равно отдам предпочтение больше... Нет. Больше предпочтения отдам более легкому оружию. Но нельзя исключать тяжелый вид оружия. Потому что, посмотри, он выносит всех буквально с одного удара. Но и, да, нужно в этом случае, нужно, конечно, позаботиться о том, чтобы промах был не такой большой. Но, честно говоря, 11% это не так много. Но, тем не менее, видите, как сейчас начинаю промахиваться. То есть 11% для этой игры это много. Ого. Хочу твою колотушку. Ха-ха. Три удара. О-о-о-о. Вау. Ну, жизней меньше становится. Жизней меньше становится, но... Зато все остальное сильно увеличивается. Мне нравится. Ага. Надо, чтобы сделали ловушки чуть-чуть побыстрее. Потому что я успеваю не просто среагировать. Я успеваю еще подумать о том, хочу ли я среагировать. А, и на этом, в принципе, заканчивается дымка. Мммм, понятно. Ладно. Короче говоря, игра потрясающая. Мне очень понравилась. Она у меня теперь наравне с ожидаемым... С такой же ожидаемой игрой, как Итер будет стоять. Ладно. Я надеюсь, что она вам понравилась. Так же, как и мне. Потому что, как только она выйдет, я за нее сразу же приступлю. Хе-хе. Ладно. Увидимся с вами в других девайгляшках и других прохождениях. Ладно, все. Всем пока. Удачи!